Привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я, Олеся Медведева. Сегодня понедельник, начало новой рабочей недели, и у меня смена локации. Если быть точнее, смена фона. В этом видео мы с вами разберем, почему Берлин, несмотря на такие колоссальные усилия со стороны Киева и давление, откровенно, со стороны Соединенных Штатов Америки, не дает свое разрешение на поставки Украине танков «Леопард». Обсудим, какие версии об этом существуют внутри самой Германии и в Европе. Перед 20 января, накануне встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне, казалось, что вопрос предоставления Украине танков «Леопард» практически решен. О готовности поставить Украине эти танки заявили поляки. Другие страны тоже не исключали возможности таких поставок, и все ждали лишь соответствующее разрешение по этому поводу Германии. Ряд представителей правящей ФРГ правительственной коалиции, в первую очередь из партии «зеленых», тоже выступили за эти поставки. Однако, по итогу, Германия отказалась давать свое согласие, и западные СМИ тогда писали, что накануне Рамштайна Шольц звонил Байдену, президенту США, и говорил о том, что если мы дадим разрешение на поставку «Леопардов», то вы поставите Украине свои «Абрамсы». Правда, официально этого Берлин, конечно, не подтверждает. А что касается «Абрамсов», американцы говорят, что они не подходят, эти танки для войны в Украине. Вообще, они очень сложные в обслуживании. Но, как пишут немецкие СМИ, вот эти выдвинутые Шольцем условия вызвали в Вашингтоне серьезное раздражение. И потом еще советники Байдена всячески критиковали Шольца за такую его позицию. При этом, как заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, еще целый ряд стран НАТО поддержали такое решение Берлина. А буквально вчера в комментарии телеканалу АРД он заявил, это не просто вопрос поставки или не поставки танка. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия. То есть, по сути, он сказал, что совсем скоро будет принято какое-то решение по танкам, но не уточнил, какое именно. По его словам, здесь речь идет о безопасности немецкого населения и нежелании Германии становиться участником этой войны. Но также он добавил, что Германия Украине продолжит помогать. А глава немецкого МИДа Анналена Бербок сказала, что Германия, в принципе, может одобрить поставки Польшей Украине этих танков «Леопард». Однако здесь стоит отметить, что она является представительницей партии «Зеленых», которая как раз-таки выступает за поставки этих танков Украине. Сами же поляки вообще говорят, что готовы Украине дать эти танки и без разрешения Германии. Однако, на самом деле, не совсем понятно, насколько вообще возможен такой шаг. То есть, в целом, как мы видим, идут по поводу этих танков очень противоречивые сигналы. И то, что на данный момент, можно сказать, так это то, что решения окончательного у Германии еще нет. И тут, зная-то я, кто кажет украинскую, выныкая пытания. Вопрос, почему Германия заняла такую позицию? Вот эти все версии по поводу отказа Германии давать разрешение можно, в принципе, объединить в несколько групп. Первое – это наши любимые конспирологические версии. По ним Берлин на самом деле торгуется со своими союзниками по НАТО и с другими странами ЕС вообще по каким-то абсолютно другим вопросам. А в качестве инструмента торгов используют вот эту тему с разрешением на поставки Украине танков. В числе таких вопросов называют отмену протекционистских мер США в отношении своих производителей. А также вопрос отмены принципа консенсуса при принятии решений внутри Евросоюза и замена консенсуса на голосование путем большинства. В то же время, если бы Берлин действительно выставлял такие условия, то, учитывая токсичность этой темы, американцы однозначно бы это уже давно слили в СМИ. Что как раз таки стало бы еще одним фактором давления на Берлин по поставкам этих танков. Вторая версия – военно-техническая. Леопарды – это, конечно, мощные танки, но они не являются прям неуязвимыми. Также у россиян есть средства для их поражения, и это значит, что потери таких танков на поле боя будут. Кроме того, леопарды еще никогда, насколько я понимаю, не использовались в войне такой интенсивности. И на самом-то деле пока довольно трудно сказать, как они себя покажут в деле. А подбитые леопарды и проблемы, возможно, которые возникнут с их обслуживанием, станут довольно сильной антирекламой для такого вида танков. Журналист Вэль Мартин Ван Кревельт пишет, если немецкие боевые танки когда-то попадут в Украину, возникнут связанные проблемы. Они включают в себя уязвимость танков, а также непредвиденные военные последствия. Эксперт из Берлина Ральф Ратц говорит, в отличие от Абрамсов, леопард никогда не участвовал в реальной большой войне. Есть психологическая проблема, к которой мы еще не готовы. Эти танки могут быть уничтожены в Украине, и это произойдет. Леопард не является неуязвимым, и то, какую роль он сыграет в войне, зависит от размера поставок. По поводу размеров поставок. Сегодня глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак написал в довольно жесткой форме у себя в Телеграм-канале, что Украине нужно не несколько десятков танков, а несколько сотен. Чем больше, тем лучше. Швейцарская газета освещает еще один аспект экономический. Газета пишет, со стороны немецкой военной промышленности можно услышать опасения, что американцы только и ждали, чтобы предложить европейцам замену своих поставок леопардов собственными танками. То есть это говорит о том, что если Германия даст добро на поставку леопардов, то те танки, которые находились в странах НАТО и которые были переданы Украине, могут быть заменены не новыми леопардами, которые Германии еще необходимо будет произвести, а американскими абрамсами. Также газета добавляет, оборонные подрядчики, пожелавшие остаться неизвестными, и говорят, что американцы предлагают бывшие в употреблении танки в качестве замены их собственных запасов и долгосрочное промышленное партнерство со странами, которые могут поставить леопард 2 в Украину. Также издание отмечает, что поставками своих танков американцы еще больше привяжут к себе Европу. А вот военные связи с Германией будут ослаблены, что, как говорят немецкие политики и чиновники, не в их, то есть не в немецких интересах. Впрочем, есть же и другие версии, почему Берлин не дает свое согласие на поставки. И они как раз-таки выходят довольно далеко за военно-техническую проблему. Тут стоит отметить, что в самом немецком обществе нет единства относительно поставок танка в Украину. Согласно соцопросам, довольно большое количество немцев выступают против. Причем сторонников такой позиции много среди избирателей Олафа Шольца и его социал-демократической партии, которая сейчас находится у власти. Дженни Хилл, журналист из Берлина для BBC. Как сказал мне высокопоставленный источник в правительстве, он считает, что избиратели одобряют его осторожный подход, то есть подход Шольца. Отправка танков означала бы серьезный сдвиг для Германии, которая долгое время продвигала пацифистскую линию, отдавая предпочтение дипломатии и торговым отношениям, а не военной мощи. Кроме того, среди самих немецких политиков довольно часто прослеживается желание идти на прикор американцам. Демонстрируя тем самым свою независимость, тем более сейчас, когда немало экспертов считают, что американцы получили немало экономических бонусов в Европе, в том числе после российского вторжения в Украину. Политолог Константин Бондаренко в комментарии нашему изданию. Начиная с 70-х годов, правилом хорошего тона в Германии является фронтирование, легкое или жесткое по отношению к США. Это воспринимается как признак суверенитета, возможность время от времени сказать «нет» Вашингтону. Позиция Шольца по танкам для Украины – это желание продемонстрировать немецким гражданам, что у социал-демократов прорезался голос, и они тоже могут сказать «нет» США. Отсылка к тому, что Вашингтон не дает Украине танки, так и мы не будем – это красивая фраза. Возможно, через какое-то время Берлин все-таки примет решение и отправит в Украину танки, но в памяти у избирателя останется слово «найн», произнесенное в Рамштайне. И, наконец, еще один фактор, который вообще многие эксперты считают главным в решении такой позиции Германии – это отношение с Российской Федерацией. Этот фактор разбивается на несколько составляющих. Первый момент. Германия не хочет переходить линии, которые Москва может посчитать красными. Отсюда, собственно говоря, и требования по поставкам абрамсов, если хотите, чтобы поставляли еще и леопарды. Тем более, что при отказе поставлять свои танки и одновременно с этим давлением на Берлин, вот это все как бы вызывает определенные вопросы. Политолог Руслан Бортник говорит, распространено мнение, что между Вашингтоном и Москвой существуют негласные договоренности о стратегической стабильности, при которых Штаты не переходят определенные рамки поставок военной техники, а Россия не дестабилизирует интересы США в других регионах, например, на Ближнем Востоке в Латинской Америке не поставляет современное вооружение прямым врагам США. Якобы существует такая договоренность, и политика Вашингтона в отношении России действительно выглядит двузначно. Поставляя Украине вооружение, США не переходят грани и продолжают диалог по разным каналам. Но в то же время требуют от Германии поставить танки или дать разрешение на поставку этих танков, что резко ухудшит немецкие отношения с Россией и сильно усложнит перспективы какой-либо их нормализации в обозримом будущем. В итоге Германия занимает позицию. Сначала вы, США, сделаете этот шаг, чтобы мы увидели, что вы искренне в своей политике в отношении России, что у вас нет какого-то закулисья, и тогда мы вас поддержим. И, кстати, американская пресса уже призывает Байдена дать такое разрешение на поставки Абрамсов, поскольку на кону стоит очень многое. Washington Post в своей редакционной колонке говорит, что отказ Германии поставлять Украине танки стал первой серьезной трещиной в том, что когда-то было единым фронтом НАТО. Нерешительность Германии является критическим вызовом для единства Запада, и Байден не может сидеть сложа руки. Поэтому, по их мнению, американские танки нужно отправить Киеву не только для того, чтобы усилить Украину в решающий момент войны, но и для того, чтобы сохранить решимость и единство Запада перед лицом самой серьезной угрозы, с которой он сталкивался более чем за поколение. Но, опять же таки, вряд ли вопрос стоит лишь только в том, что американцы не хотят поставлять свои Абрамсы. В первую очередь Германия, безусловно, опасается эскалации конфликта и втягивания себя в него. Руслан Бортник добавляет, немецкие политики будут пытаться не переходить некую грань, опасаясь, что экономические и внутриполитические последствия и последствия в сфере безопасности для Европы, на территории которой уже идет война, могут быть крайне негативными. И именно Германия понесет на себе всю тяжесть таких решений. Ну и, наконец, есть еще и влияние условной партии мира, которая довольно велико в Германии. Ее сторонники и приверженцы этой идеи полагают, что войну необходимо заканчивать переговорами, а также идти на определенные компромиссы. А если поставлять Украине больше оружия, то конфликт будет затягиваться. Есть большая угроза того, что он перерастет в Третью мировую войну. Отдельно отмечу, что сейчас и Россия тоже эту линию активно проводит и поддерживает такие настроения в Европе. Что касается конкретно канцлера Германии Олафа Шольца, то публично он такую позицию не поддерживает. И на экономическом форуме всемирном в Давосе он сказал сначала, что Россия должна проиграть на поле боя. Ну а потом сказал, что не надо обострять и обошел вопрос танков стороной. Впрочем, большинство прогнозов экспертов пока сводится к тому, что Германия, скорее всего, возможно, после того, как американцы дадут разрешение на поставки своих абрамсов, дадут все же разрешение на поставки Украине леопардов. Как минимум тех, которые находятся на вооружении у других стран. Так что будем продолжать следить за развитием событий, все анализировать и рассказывать вам. Ведь, казалось бы, перед Рамштайном, по сути, вопрос предоставления Украине этих танков леопард был предопределен, но не случилось. Так что посмотрим, как оно там будет дальше. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы в Ютубе. Это Страна Юэй и Ясно Понятно. А также на наш Телеграм-канал Политика Страны. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok